Добрый вечер в эфире областного телеканала Аист, информационный выпуск новостей сейчас. С вами Юлия Ширяева и коротко о некоторых темах этого выпуска. Дополнительные выплаты выпускника медицинских колледжей, которые поедут работать в сельские территории, возможны в Иркутской области. Этот вопрос обсуждался на третьем съезде депутатов представительных органов при Ангаре. Другие детали узнаете совсем скоро. Более 200 населенных пунктов региона не готовы к пожароопасному сезону. Сотрудники Госпошнадзора инспектируют территории. В каких районах области выявлены грубые нарушения? Горит исторический центр. В Иркутске загорелся деревянный дом. Два человека госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Гром прогремел в Ангарске. В городе нефтехимиков задержали злоумышленников, которые продавали героин. Об этом и не только. Смотрите сегодня в программе. Программа «Земский фельдшер» может быть запущена в Иркутской области. Она предполагает дополнительные выплаты выпускникам медколледжей, которые поедут работать в сельские территории. Об этом шла речь на одной из секций, которые работали в рамках третьего съезда депутатов представительных органов при Ангаре. Он проводился по инициативе областного парламента. С модераторами направлений пообщалась моя коллега Галина Тюрнева. На этой секции 123 делегаты из разных муниципалитетов при Ангаре. Председатели и депутаты Думы обсуждают вопросы местного самоуправления. Казалось бы, проблема повседневная, но от этого еще более важная. Работа с ТОСами, переселение из ветхого аварийного жилья, участие в федеральных и областных программах. Отдельное внимание лесным и бамовским поселкам. Сейчас рассматривается их расселение и закрытие. Причем эта тенденция характерна не только для при Ангаре, но и для всей Сибири. Стратегия развития Сибирского федерального округа на 2020-2030 годы должна формироваться с городских, сельских поселений, регионов, районов и городских округов. А потом уже выходить на уровень субъектов Российской Федерации и в целом Сибирского федерального округа. Тогда, конечно, мы посчитаем сегодняшний день и завтрашний каждого поселка. Еще жарче споры на площадке социальная защита. Больше всего делегатов волнуют вопросы здравоохранения. В том числе новый закон, согласно которому обязанности по привлечению медицинских кадров в территории, возложены не только на органы местного самоуправления, но и на органы государственной власти Иркутской области. В регионе уже успешно действует программа «Земский доктор». В планах запустить еще одно «Земский фельдшер». Мы думаем, что вот это дополнительная мера поддержки тех, кто решит работать на селе в качестве фельдшера, в размере 500 тысяч рублей в южных районах и 750. Пока мы так думаем, по крайней мере, суммы могут поменяться, эти цифры. Но, тем не менее, мы говорим о том, что мы готовы пойти на этот шаг в создании такой программы «Земский фельдшер» в рамках области, для того, чтобы привлекать для работы в сельско-населенные пункты тех выпускников медицинских колледжей. Социальная направленность – основной приоритет формирования регионального бюджета. Об этом на секции, посвященной теме экономики, рассказывает председатель профильного комитета. К Наталье Дикусаровой много вопросов. Они касаются и сбалансированности местных бюджетов, и поддержки бизнеса, и особенно создания для муниципалитетов таких условий, при которых они могли бы самостоятельно пополнять местную казну. «Городские округа сегодня вышли со своей инициативой по поводу перенаправления в их пользу, в доход их бюджета, дополнительных нормативов отчислений от ряда налогов. Инициатива есть от всех крупных городов, которые являются городскими округами на сегодня. Но самое интересное, что сегодня с подобными же инициативами уже на нашей секции выступили и городские поселения, и сельские поселения, и муниципальные районы. То есть проблема, она есть. Желание получить дополнительный собственный доход, а не финансовую помощь из областного бюджета, она есть, и эта тема актуальна на сегодняшний момент». Итоги работы секции подводят на пленарном заседании. Она проходит в музыкальном театре. Третий съезд депутатов представительных органов Иркутской области проходит по инициативе законодательного собрания региона. Как отметил спикер областного парламента Сергей Брилко, это хороший способ сверить ориентиры и возможность услышать муниципалитеты области. «Я думаю, что вот эта первая половина дня сегодняшнего съезда, она была очень плодотворной. Мы подготовили резолюцию. Мы сейчас на съезде ее огласим, все послушают. Все предложения, которые прозвучали, они были обобщены и в резолюцию в эту внесены. Я думаю, что это будет основной и главный документ для последующей работы. Если сейчас делегаты съезда поддержат, вот чтобы не было такого десятилетнего провала, который произошел у нас в Иркутской области, поступило предложение от делегатов съезда проводить такие съезды каждые три года». Все 360 делегатов проголосовали за принятие резолюции. Это значит, депутаты представительных органов скоро вновь встретятся в Иркутске, чтобы взаимодействие исполнительной власти и парламента всех уровней развивалось и дальше. Галина Тернева, Александр Барановский. Новости сейчас. Дума Иркутска. Также отдельно хочу отметить, что выполнены в полном объеме и профинансированы указы президента страны в части реализации дорожных карт по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Подолжено оказание адресной социальной поддержки горожанам, которые охватывают разные сферы. Это и проезд транспорта, и питание школьников до двух лет, лекарственное обеспечение, помощь в решении жилищных проблем. Набережная реки Китой появится в Ангарске. Об этом заявил мэр городского округа Сергей Петров в своем ежегодном отчете. Каких еще проблем территории коснулся руководитель города нефтехимиков, расскажем в следующем материале. Глава Ангарского городского округа поднимается на сцену под аплодисменты. Сегодня он представляет ежегодный отчет. Отмечает, в минувшем году округ показал устойчивые векторы развития. Завершено строительство школы в 7-м А микрорайоне, образовательное учреждение в микрорайоне Китой, открыта поликлиника в Мегете. Заложена основа будущей набережной. В этом году идет ремонт и строительство дорог. Мы считаем необходимым особо отметить наш общий успех в привлечении дополнительных финансовых средств на развитие инфраструктуры и социальной сферы. На каждый рубль из местной Кадзины приходится 4 рубля из бюджетов более высоких уровней. У этих усилий уже есть результат. Миграционная область населения за три года сократилась в 22 раза. На этом администрации останавливаться не намерено. Ее деятельность направлена на обеспечение доступности образования, занятий спортом, дополнительную соцподдержку и формирование комфортной городской среды. Высокой эффективности реализуемых проектов нам удалось добиться благодаря активной гражданской позиции неравнодушных ангарчат, которые искренне любят родной город, гордятся им. Жители Ангарска, Мегета, Саватеев, Киводинска принимают непосредственное участие в управлении территорией и создании той среды, в которой они хотели бы жить. В планах разбить несколько новых общественных пространств, обустроить один фонтан и отремонтировать еще два. В завершении Сергей Петров заявил, Ангарский городской округ – это перспективная площадка для внедрения лучших практик и реализации смелых идей. Евгения Власюк, новости сейчас. Главным врачом перинатального центра Иркутска назначена Оксана Токунова. Накануне в региональном министерстве здравоохранения подвели итоги конкурса на замещение вакансии руководителя медицинского учреждения. На эту должность было заявлено пять кандидатов. Оксана Токунова с 2014 года была заместителем главного врача Иркутского городского перинатального центра. С 10 апреля 2018 года исполняла обязанности руководителя учреждения. 12 лесных пожаров ликвидировано в Иркутской области за сутки на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнем, составила почти 400 гектаров. Четыре очага потушены в Иркутском районе. По одному в Ихерид-Булагатском, Аларском, Качухском, Черемховском, Тулунском, Куйтунском, Осинском и Боханском районах. Еще два лесных пожара на общей площади 46 гектаров, покрытых лесом, локализованы в Иркутском и Слюдянском районах. По обновленным данным, сейчас при ангаре действует один лесной пожар. И в продолжении темы. 379 нарушений противопожарной безопасности выявили сотрудники Государственного пожарного надзора. Специалисты проверили 201 населенный пункт при Ангаре. По данным регионального МЧС, к началу пожароопасного сезона не готовы Черемховский, Тулунский и Иркутский районы. На них приходится 98 населенных пунктов с нарушениями противопожарной безопасности. В основном недостатки связаны с нарушением или отсутствием минерализованной полосы наружного водоснабжения и звуковой системы оповещения. Два человека пострадали в результате возгорания двухэтажного дома в центре Иркутска. ЧП произошло накануне в 20 часов по улице Степана Разина. Пожар случился в одной из квартир на первом этаже деревянного здания. Прибывшим спасателям жильцы рассказали, что там могут находиться люди. Спасатели вынесли из огня мужчину и женщину. С сильными ожогами пострадавших доставили в больницу. В тушении пожара задействовали 4 единицы техники и 15 человек личного состава. На ликвидацию огня потребовалось меньше получаса. По мнению самих жителей дома, причина всему – неосторожное обращение с огнем. Повезло, что соседи все оперативненько так вызвали. И успели все выскочить. Сильные здесь? Так, здесь 5 квартир. Вот 5-я квартира вот эта сгорела. Ну, у нас там только подтопило. И гарь стоит. Это сейчас все просушиваем, все проэктивается. А здесь полностью квартира выгорела. Абсолютно. Они пили, да, постоянно пили? Да, я говорю, что каждый день, если бы она только одна пила, то весь брод, весь здесь абсолютно, все бомжи. По словам специалистов, избежать гибель людей, распространения огня и отстоять остальные квартиры дома удалось лишь благодаря своевременному обнаружению возгорания. В одном помещении был установлен датчик дыма, который и известил жильцов о пожаре. Во второй части выпуска вы увидите. Конспирации хватило ненадолго. Вангарские бойцы спецназа «Гром» обезвредили группу злоумышленников. Сколько им грозит за продажу героина. Сезон двухколесного транспорта открыт страшной аварии. Мотоциклист погиб на восьмом километре Качевского тракта. Детали через несколько минут. «Динамо-95». Спортивное общество отмечает юбилей традиционными соревнованиями. Почему крепкие нервы важны для победы? Продолжаем выпуск. 27-летний водитель спортивного мотоцикла погиб в Иркутском районе. Байк столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что мужчину отбросило на несколько метров и прямо под колеса КамАЗа. Владимир Пеханов побывал на месте страшной аварии и узнал другие подробности происшествия. Первые кадры с места аварии. Она случилась сегодня в полдень на восьмом километре Качевского тракта. По предварительной версии водитель микрогрузовика Исудзу, двигаясь со стороны поселка Хомутова, начал совершать поворот налево. В это время по встречной полосе двигался спортивный мотоцикл Сузуки. Мощный удар пришелся в правый борт машины. До такой силы, что 27-летний мотоциклист вместе с байком перелетел через грузовик. Его отбросило прямо под колеса движущегося КамАЗа с прицепом. Грузовик поворачивал. И тут мотоцикл. Смотрю, только мотоциклист. Смотрю, летит мотоцикл, уже грузовик удалился. Я по тормозам. И он сюда рикошетом меня полетел. У мотоциклиста большая скорость была? Ну, прилично. Видно было. Что не успел среагировать, да? Уйти не успел от удара. От полученных трав мотоциклист кончался на месте. Сразу после столкновения с многотонной машиной Сузуки загорелся. Его потушили прибывшие пожарные. Следом на место аварии прибыли криминалисты. На время оперативно-следственных мероприятий инспекторы ГИБДД частично перекрыли Кальчевский тракт, из-за чего образовались километровые пробки в обе стороны. С начала весеннего сезона это уже третья авария с участием мотоциклов в Иркутском районе. Такая активность заставила полицейских усилить контроль за любителями двухколесного транспорта. И объявить по всему Приангарью операцию мототранспорт. На территории обслуживания МО МВД России Иркутска проводится оперативное мероприятие мототранспорт. Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, а также снижение последствий таких происшествий. В рамках операции дорожные полицейские проверяют абсолютно всех водителей – мотоциклов и квадроциклов. В случае выявления грубых нарушений, таких как отсутствие прав, документов на транспорт или алкоголь в крови, байки будут изымать на месте. Владимир Пеханов, Александр Барановский. Новости сейчас. В Ангарске бойцы спецназа «Гром» обезвредили группу наркодилеров. Операцию по их задержанию правоохранители одновременно проводили сразу в нескольких местах города. В результате в отдел полиции были доставлены трое мужчин 27, 35 и 52-летнего возраста. По данным полицейских продажей героинам, злоумышленники занимались с декабря 2017-го. Группа соблюдала конспирацию. Постоянно меняли сим-карты для передачи запрещенного товара, покупателю использовали закладки. Деньги получали переводом на банковскую карту. Кроме того, героин сбывали только проверенным лицам. При обыске по месту жительства у злоумышленников сыщики обнаружили около 60 чеков с наркотиками, весы и сотовые телефоны. Задержанным грозит 15 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемые заключены под стражу. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Новоленина начнется в этом году недалеко от 69-й школы. А также запланировано открытие «Фокус» бассейном на бульваре Рябикова. Об этом сообщил мэр Иркутска Дмитрий Берников на встрече с преподавателями и курсантами Восточно-Сибирского института МВД России. Глава областного центра предложил проводить такие встречи раз в полгода и пригласил студентов принять активное участие в общественном контроле за ремонтом автомагистралей, работой общественного транспорта объектов торговли. Так, в следующий раз намечено встретиться не в стенах учебного заведения, а наглядно посмотреть, что сделано в плане развития города. Вы проходите службу, обучаетесь, живете на территории города Иркутска и наверняка вас интересует, как живет город, как развивается, в каком направлении движется. Вам многим придется нести службу по окончанию обучения здесь, на территории областного центра столицы Восточной Сибири. Поэтому, я думаю, интерес у вас не поддельный, не праздный. И я, по мере силы возможности, готов поделиться с вами той информацией, которой я владею. Глава Иркутска также ответил на вопросы, касающиеся благоустройства, строительства новых социальных объектов, празднования Дня города и другие. Дмитрий Берников также посмотрел плац института, где проводили тренировку барабанщицы. По традиции, они будут участвовать в праздничном шествии в День Победы. 95 лет им нет равных. Более 200 участников спортивного общества «Динамо» отмечает юбилей общества. В честь праздника проводят традиционные соревнования среди представителей силовых структур. Наша съемочная группа следила за состязаниями на одной из площадок и узнала, что необходимо для победы, кроме физической подготовки. После окончания сигнала и команды «Стой!» дублирующий голосом, если вы не успели произвести все выстрелы... Сегодня в Тире самые опытные сотрудники правоохранительных органов, но инструктаж проходит для всех без исключения по звуковому сигналу. Сотрудник должен зарядить магазин и в течение 30 секунд поразить цель. У каждого два магазина по пять патронов. Сотрудница следственного отдела из Уссулия-Сибирского Нина Хвойнова — единственная девушка, которая сегодня участвует в стрельбах. Они проходят на площадке Восточно-Сибирского института МВД. Это традиционные ежегодные соревнования для сотрудников силовых структур. Они посвящены 95-летию спортивного общества «Динамо». В данных соревнованиях я принимаю уже неоднократное участие. В прошлом году также ездила на соревнования, где я занимала первые места в лёгкой атлетическом кроссе. По соревнованиям по полевой середине я езжу второй раз. Я не скажу, что трудностями. Главное же здесь меткость, чёткость. Участники — 200 человек. Параллельно соревнуются на нескольких площадках. В спортзале классический вид соревнований на силу, подтягивания — здесь тоже всё чётко. Засчитывается выход подбородка за перекладину, полное разгибание рук в локтях и никаких раскачиваний корпуса. Сотрудник спецназа «Гром» Станислав Ганиев с 2011 года принимает участие во всех соревнованиях «Динамо». В этот раз он становится вице-чемпионом по подтягиваниям с результатом 32 раза. В детстве любил, как и все, физкультуру. Занимался также борьбой. Потом всегда в первых классах, в начальных, всегда занимал первое место по подтягиванию. С детства отец установил турник, и я всегда на нём подтягивался. Поэтому получал всегда такой большой результат. Хорошие результаты показывают все участники соревнований, поэтому традиционно выявить лучших из лучших непросто. Владимир Куницын — председатель Союза ветеранов «Динамо» и сам принимал в них участие, правда, 30 лет назад. Знает наверняка, нужно тренировать не только мышцы, но и нервы. Приехал на Северный Кавказ, я неделю вообще не мог спать, потому что там такие задачи. Припопадаешь совсем иной метр, надо достать это, укомплектовать это, состав подготовить. И тогда я сутки, неделю не спал практически. И физподготовка это помогла, потому что всё-таки организм здоровый, крепкий. Нервы, нервы воспит. Стрельба из пистолета Макарова — это хорошие нервы. Когда человек овладеет этим видом оружия, то он уже будет готов к таким стрессовым ситуациям. Итоги командных и индивидуальных первенств будут подводить завтра. Из отличившихся сотрудников составят сборную, которая будет показывать своё мастерство на чемпионате России. Галина Тюрнева, Олег Фёдоров, Сергей Полянский. Новости сейчас. Где у меня... Александр Егорычев покинул «Байкал Энергию». Полузащитник «Белосиних» на год подписал контракт с Красноярским инисеем. Как отмечается на сайте иркутской команды к моменту подписания, хоккеист находился в статусе свободного агента и предложению «Байкал Энергии» предпочёл возможность вернуться домой. Стоит отметить, за последний месяц ряды «Белосиних» также покинули Евгений Иванушкин, Никита Иванов и Станислав Исмогилов. Смотрите наши новости также в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук», «ВКонтакте». Там вы увидите то, чего не покажут в эфире. Комментируйте, присылайте свои фото или видеоматериалы, которые могут стать основой репортажей. Профиль телекомпания «Аист» Иркутская, Иркутская область. На этом у меня все новости. С вами была Юлия Ширяева. Не переключайтесь, оставайтесь на «Аисте». Продолжение следует...